Па-па-па-па-па, па-па-па-па-па-па Эй! Всем привет, друзья, яruit Дмитрий от канала БлинувПлей. Внезапно, ты удивляешься, почему здесь такое эхо и какого хера я стою в ванной, где игрушки и где все остальное. А я скажу, тебе надо смотреть стримы, потому что на стримах все было давно объяснено, что, зачем и для чего. Это специальная херня. Она предназначена для того... Это, кстати, зеркало, если что. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Сегодня я расскажу вам, как ухаживать за своей бородой. Если уж борода огромная и выросла просто до неэпических размеров, то без проблем сегодня это видео покажет вам, каким образом можно делать так, чтобы эта борода была привлекательна, красива и хороша. Я записываю все это одним дублем, поэтому если что-то испортится или что-то сломается, или что-то вдруг будет не так, я, собственно, не виноват в этом. Вот это здесь некрасиво, это я спущу, чтобы было. А то подумаешь, что я там что-то... Я с тобой буду разговаривать вот так вот. А то подумаешь, что там что-то лежит, а тени не видно. Короче, я на стримах... Звук плохой будет, но я тут не при чем. На самом деле, вот так если делать, звук получше будет. Раз, два, три, четыре. Да, так звук будет получше, окей. Окей, сделаем вот так вот. Сделаем, нет? Сделаем или нет? Я не понимаю. Окей, да, попробуем сделать так, хорошо. Хорошо, сделаем звук получше. Короче, если кто не в курсе, борода меня заебала чуть более... Чуть-чуть менее, чем полностью, и чуть более, чем более вообще, в принципе, не бывает. Короче, был некий челлендж, в котором я сказал, что не буду брить бороду, пока не похудею там на определенное количество КГ. Но за это время, а прошло уже 17 лет, я не похудел. Это не на граммы. Я бы тебе даже больше сказал, что я набрал больше, чем хотел, соответственно, больше. Нет, короче. Короче, я не похудел, и она меня очень сильно заебла. Она колется, она мне мешается, она жарко, она фуе вообще. Поэтому, чтобы все было весело, хорошо и забавно, я обещал вам, что сделаю самые классные, самые красивые, самые просто великолепные прически, как это называется, для бороды. Чтобы вы посмотрели, насколько это может быть классно, если у тебя есть такой профессиональный мастер по уходу с бородой, как я. Я хотел сначала сказать и вам, подберите мне нормальную бороду, что мне с ней сделать и как, но это слишком бы было долго. Я на меня реально уже так заебла. Она растет уже, по-моему, реально лет 17, не меньше. Я просто уже не могу с ней жить, она меня достала, эта борода, это невозможно только. Так вот, сегодня я попробую сделать красиво. Сегодня я сделаю себе несколько вариантов, так сказать, обделки бороды. А конечным результатом этого всего будет полностью лысое лицо, как будто мне только что исполнилось полтора годика, и я только что родился практически. Вот так, я не знаю, как тебе показать. Вот так, вот так выглядит она сейчас. Вот такая вот она огромная. Если ты думаешь, что она... Спокойно. Если ты думаешь, что она маленькая, то я покажу тебе вот так. Вот такая вот... Вот, ты посмотри. Вот это я взял ее руками. Вот она. Вот, ты понимаешь? Вот. Это еще прибавь сюда толщину одного пальца. Она просто, блин, громадная. Поэтому, поэтому, может быть, сделаем так. Ой, мне так плохо. Так все синее, красивое, не страшно. Так вот, я знаю, что чтобы борода была красива, ей нужно придать определенный контур. А именно сделать красиво вот здесь, сделать красиво вот здесь и вот здесь тоже сделать красиво, но... Это должен делать человек, который видит тебя со стороны, потому что самому все это сделать с самого начала невозможно, но как бы невозможно для кого-нибудь. Для нас с тобой, поэтому я сейчас спокойно это сделаю. Я предупреждаю сразу, я даже вот так, я предупреждаю сразу... Я красный, ой, блядь, нет, давай больше там. Я предупреждаю сразу, для кого-то это может показаться мерзким, отвратительным просто занятием, поэтому не надо это дальше смотреть. Я не знаю, что тут может быть мерзкого, но все-таки, понимаешь, это борода, это бритье, это летящие волосы, это месиво, гадость вот эта вот. Кому-то это очень будет сильно противно, поэтому не надо это смотреть и... Окей. Короче, у нас на сегодня получается... Сколько? Вот это первая стадия. Вторая стадия, это ухоженная со всех сторон борода. Третья стадия... Зебра, я не знаю, я могу вам выбрить вот так вот, кусками на голову выбрить себе эти. Третья стадия, это будет вот эспань... Или как мне это сказали, эспаньолка или козлиная бородка по кругу. Потом я оставлю одни усы, конечно же, а потом все сбрею наголо, намертво, нахер. Поэтому не знаю, сколько будет это длиться, но я, наверное, начну. Возможно, я даже вставлю музыку, хотя херно знает, зачем она здесь нужна. Главное, чтобы я не шиб камеру и... Поехали. Короче, сначала нужно придумать контур. Допустим, мы придумаем его вот так. Мы просто берем и делаем контур себе. Желательно в это время, конечно, не разговаривать, потому что это сильно помешает ровности. Но кому это ворнует. Сейчас все будет красиво без всяких там лишних... Окей. С одной стороны, допустим, мы сделали. Чтобы сделать это снизу, нужно повторить то же самое, но снизу. И если я не буду разговаривать, то, возможно, у меня что-нибудь получится. Но это далеко вообще ни разу не падает. А если ты подумал, что борода накладная, если ты подумал, что борода не настоящая, то спешу тебя разочаровать или расстроить, или как тебе еще сказать. Нет, это полностью, полностью настоящая бородель. Там что-то видно? Нет, я тут ничего не вижу, но я делаю типа красиво. Красиво делал с одной стороны. Если вдруг, опять-таки, ты мне не веришь, что... А я говорил, что может быть противно, и это весит уже килограмма два. То есть смотри, я, конечно, полностью все это недобрею, само собой, потому что это сложно. Но мы продолжаем, мы продолжаем. Мы пытаемся в это время не разговаривать совершенно, потому что если мы будем разговаривать, то мы побреемся очень криво, а если побреемся криво, будем некрасивы, непривлекательны и вообще, в принципе, отвратительны. Поэтому нужно все делать немножечко, немножечко аккуратнее. Так, ладно, снизу добреем потом. Начинаем... О, блин. Начинаем... Начинаем повторять то же самое, но с другой стороны. Я напоминаю, что мы придаем... Не ровность. Я напоминаю, что мы придаем контур нашей бороды. Наша борода должна быть ровная, красивая и просто отличная. Что там снизу я не вижу? Секунду. Что там снизу я не вижу? Да, это дело я сейчас поправлю. Поправлю, естественно, я хуй знаю, что происходит. Я не брился уже очень давно, я зову, как это делается. Потому что это сложно. Вот, окей. Потому что это сложно. Как-то ровно не ровно, я не знаю. Я не вижу, но, допустим... Фу, допустим, что первая степень нашей... Отличной бороды это вот так. Давай я буду показывать тебе в зеркало, так лучше смотрите. Да, вот именно так. Вот так красиво, должно быть все хорошо. Следующая стадия. Можно, в принципе, как раз-таки сделать зеб... Ой, это не мешает мне. Сделать зебру. И зебра это будет очень классно. Мне кажется, что зебра это вообще, в принципе, вершина мастерства. Бродобрея и чего-то еще. Окей, поехали. Зебра, сейчас делаю внимательно. Зебра. Сделать нужно очень симметричную. Очень, 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 очень симметричную зебру. Спокойно. Зебра должна быть весьма, весьма симметрична. Несимметричная зебра зеброй не считается. А где там? Вот сюда, вот сюда. Окей. Зебра, это зебра. Это зебра. Это новый тренд. Это новая мода. Такого еще не было никогда. И вряд ли такое когда-то повторится. Но это зебра. Это она. Ох. Ох, как же она хороша, эта зебра. Как же она хороша. Как же она хороша и одновременно уебищна. Так, здесь можно открутить косичек. Потому что почему бы нет. Почему-то с этой стороны волосы короче. Не знаю, зачем. Косички или нет, это зебра. Где тут? Это зебра. Прошу любить и жаловать, это зебра. Ну что, это неплохо смотрится вот так. Неплохо, вполне себе. Это, 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 это бакенбарды. Без них тоже никуда соответственно, естественно, куда ниже. Окей, сбрим зебру. Все поставим на зебру. Зебра хорошая. Сбриваем нахуй зебру. Окей, конечно, блин, правильно. Брить зебру-то вот это. Просто бесцеремонно, жестко рубим зебру и не думаем ни о чем. Зебра не настоящая. В процессе бритья нет. Не знаю. В процессе бритья ни одна настоящая зебра не пострадала. Собственность. Так вот. Вот так. Вот так вот выглядел бы я, если бы носил вот эту охуительную, как это называется, козлиную или эспаньолоподобную барбу. Кстати, неплохо. Неплохо я тебя не узнаю. Уж не знаю, узнаешь ли ты меня. Чуть-чуть надо подровнять, потому что мне кажется неровненько. Что это заходяется? Так, вот. Ага, окей. Наверное, как-то так это делается, да? Как ровнять можно? Вот так. Окей, поравнял. Вот как-то так. Теперь не ровно с этой стороны. Да и хуй. Теперь не ровно с этой стороны. Как-то вот там должно выглядеть это все. Это букинбарды. Это... Это понятно. Ну и, в принципе, напоследок нам стоит, наверное, оставить усы и посмотреть. Вот что, усы, это вообще верх. Усы, это верх привлекательности. Из них, ну, никуда. Я сначала оставлю, наверное, длинные усы, которые вот чисто верные. Чисто вот такие огромные. Взбревают, как длинную морду. А ведь и желательно в это время не разговаривать, потому что может получиться... По-моему, я похож на общипанного цыпленка, но да ладно. На второе, ну, красиво. Согласитесь. Это хуй. Вот усы сразу, знаешь, это... Блин. Правда? Мне не хватает шляпы, и я буду просто вылитый какой-нибудь ковбой из Redemption 3. Возможно, с меня спишут какой-нибудь образ или что-то вроде того. Ну, смотрится неплохо, с такими букинбардами вполне себе. Ну, и осталось делать чисто усы. Я надеюсь, все это видно. Я все это приближу, увеличу, чтобы все было получше. Давайте оставим усы. Вот так вот. Вот так-так-так-так-так. Как-то так. Окей. Хорошо. Это лишнее, да? Вот это лишнее. Ну, такие, знаешь, такие... Сука, слабенькие усы, конечно. Ну, что ж ты их поделаешь? Ну, какие есть? Ты, наверное, хочешь, чтобы я сделал себе маленькие усы, но я не буду этого делать, потому что... Потому что не буду. Как-то так. В принципе, если добриться это... У меня... Так. В окне, короче, куча ладок. Куча ладок. Я не знаю, насколько тебе противно все это видеть. Я тебя, в принципе, предупреждал, потому что видео может вызвать какие-то негативные, неприятные эмоции. Но предупрежден, как говорится, значит, вооружен. Ладочные претензии ко мне быть не может. Это бьюти-блок. Ну, я это совершенно... Совершенно не волну. И батья молодой. И батья мама молодой. У меня в зубах торчат волосы. Они взлетели просто отовсюду. Вот так это должно выглядеть. Теперь осталось только... Изобрить вот эти нам ненужные, совершенно неподходящие... А бакен... Как это? Букинбарды, бакенбарды. Короче, бардов надо убрать отсюда. Барды нам здесь ни к чему совершенно. Убираем бардов. Убираем волосы. Зон не достается. Убираем. 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 А, блядь. А что это? А что это? А что это? А что это? Лучше тут, конечно, не поспорить совершенно. Как-то так. Как-то так. Вряд ли кто-то будет первое время от меня вообще, в принципе, узнавать. Потому что все уже, наверное, привыкли к бараде. Но, наконец-то, она закончилась. Я сейчас все это дело добрею очень хорошо и очень красиво. Чтобы было чисто, просто отлично. И, в принципе, надо делать не в футболке, потому что все это на футболке остается. Я могу тебе показать то, что осталось от того, что, собственно, было. Опять-таки, если тебе противно и ты, в принципе, не можешь на это смотреть, поэтому не смотри ни в коем случае. Вообще, вот, вот, вот это вот, как оно видно, вот это вот, собственно, вот это вот и есть моя борода. Если мы возьмем клей и возьмем ее обратно, то будет как-то, ну, что-то типа вот этого, но она падает. И, казалось бы, всего лишь вот такой небольшой кучок. Вот. Это все. Вот это все. Вот тут, конечно, еще валяется мимо чуть-чуть осталось, если все это собрать будет немного побольше. Вот, например, еще такой же кучок. Ну, всего-то. Вот это, знаешь, вот, вот. Это, это же, это же просто копейки. Но эта херня мучила меня ебаных 17 лет. Эта херня росла на мне ебаных 17 лет. Эта херня, наконец-то, закончена. Это был бьюти-блог. Это было специальное видео для тех, кто не знает, как ухаживать своей бородой. Там прекратилась запись как раз на моей практически заключительной мысли, в которой я сказал, что если ты не знаешь, как ухаживать за бородой, то сбрей ее. Нахуй, я не знаю, как угодно. Сбрею к хуям эту бороду и не парься. Отдать тебе ничего не даст. Если тебе нужно, если ты думаешь, что это сильно красивит тебя или что-то еще, ухаживай за ней, подбревай ее, подделывай ее, потому что вот это мясо, которое выросло мне, это уже не бородай. Блядь, это пиздец. Борода должна быть ухоженная, красивая, не строго форменная там какая-то, если тебе не нравится или что-то. Но ее нужно мазать маслами, всякими херами вот этим протирать. Короче, она должна быть мягкая, пушистая и не доставляющая совершенно никого дискомфорта. У меня такого не было. На этом, собственно, челлендж с небритием бороды закончен. Но основной смысл похудения, он продолжается, он никуда не девается. Я думаю, что за этот месяц, я уже как минимум сбрил себя килограмма 4, потому что эта борода очень тяжелая. Я думаю, что за месяцок, как-то, наверное, вот так и сделаю, чтобы она уходила, а то все забьется нахуй. За месяцок или за что-то вроде того, это все похудеется, все сделается. Лето, прогулки, хуюки и прочая-прочая гадость. Вот, собственно, и так. Это было чуть ли не первое видео за пределами комнаты. Это был бьюти-блог, лайфстайл, вся охуня. Я молодой красивый, мне 13-14, 11 лет, скорее всего, больше мне никто не даст. До встречи, собственно, на других видео. Это вот, если кому надо, могу продать. Хотя нет, я не выкину, нахуй, мусорку ее еще. Хотя я даже смою ее унитаз, чтобы она точно никому не досталась. А то мало ли кто-то найдет, начнет клеить эпизод. Короче, вот это все. Вот это все. Это все она. Всем до встречи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok